Эксперимент по ограничению провоза икры непромышленного изготовления стартует с 1 ноября на Камчатке. Подтвердить законность происхождения икры можно будет, предоставив в аэропорту сертификат соответствия и кассовый чек. Мы все знаем о причинах этого эксперимента. Это беспрецедентный уровень перемещения браконьерской продукции под видом багажа, персонального, личного багажа граждан. Все мы сталкиваемся с ситуациями, когда к нам в аэропорту подходили разного рода люди и чуть ли не насильно впихивали. С 1 ноября эта практика прекращается. Каждый человек сможет перевести с собой не более 10 килограммов икры непромышленного изготовления. Обращаю внимание, что не всей любой икры, а только непромышленного изготовления. То есть икры, по которым не будет возможности доказать факт ее промышленного изготовления. Остальная икра перевозится в неограниченном количестве. Контроль за соблюдением новых требований будет проходить при входе в аэропорт в процессе досмотра, а также на регистрации багажа сотрудниками Краевого управления Россельхознадзора. В относительно того, какие документы необходимы будут для подтверждения ее промышленного изготовления, это соответствующие сертификаты, которые предоставляет продавец. Поэтому если вы покупаете икру у продавца, и она на рынке, например, но она официального изготовителя, то вы можете попросить соответствующий сертификат. Второй документ, который необходим будет, это документ о праве владения, праве собственности на этот продукт, это чек, может быть, который вы получаете, кассовый чек. По всем вопросам, связанным с экспериментом по ограничению провоза икры в личном багаже пассажиров, можно обратиться в единый колл-центр по номеру 8 800 141 0000. Напомним, в сентябре 2020 года губернатор Края Владимир Солодов на выездном совещании секретаря Совета безопасности РФ во Владивостоке выдвинул предложение об ограничении провоза икры в авиабагаже. В этом году соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Инициатива позволит перекрыть один из крупных каналов перевозки браконьерской продукции.